здравствуйте друзья меня зовут михаил наводчик я ваш преподаватель по курсу автодеск 3ds max и в этой серии уроков мы продолжаем изучать корона рендер и это у нас базовый курс по корона рендеру и цель этих уроков чтобы вы научились и поняли как создавать вот такого плана интерьеры и экстерьеры а конкретно в этом видеоуроке мы уже разберем как рендерить отдельные фрагменты вашей сцены для ускорения визуализации и получения результатов и чтобы вам было более проще и понятнее выполнять все действия за мной я подготовил для вас специальные материалы как вы знаете если смотрели мои предыдущие уроки здесь цена с которой мы будем работать здесь у меня несколько вариантов этого файла я работаю сейчас шестым файлом созданном программе 3d max то есть прямо сейчас вы можете открыть эту сцену и продолжить со мной работать только конечно для этого у вас должен быть установлен корона рендер как устанавливать и настраивать корона рендер у нас было предыдущих уроках если посмотреть где это все находится это находится она вот этом канале есть здесь отдельный плейлист где собраны все уроки которые мы сейчас проходим которые будем также проходить также здесь находится большой плейлист с уроками где разбирается как создавать вот эту сцену где мы ее создаем так что если вы не знакомы с этим материалом то добро пожаловать задавайте вопросы если будут вернемся в папку с материалами здесь у нас находится конспект того что всего я буду делать это вот текстовый файл это план нашего урока найдите эти материалы чтобы вам было проще со мной работать и давайте откроем план нашего урока и посмотрим по пунктам то что мы сейчас будем делать вот я открыл этот документ здесь у нас находится список того что мы раньше делали и сейчас у нас уже идет урок 6.3 вот он это инструмент регион либо рендер частей также стоит сказать что этот план я немного изменяю и если у вас открыт другой немного план то есть какой то здесь находится отлично от этого текст то просто зайдите скачайте последнюю версию по ссылке которая находится под этим видео с этими материалами и тогда у вас будет последняя обновленная версия этого плана сразу же стоит сказать про следующий урок у нас в следующем седьмом уроке мы уже будем разбирать как дорендеривать файлы итак давайте уже приступать практике сводной частью мы закончили для этого конечно перейдем программу 3ds max перехожу папку с материалами беру вот этот 6 файл и перетягиваю программу 3d max и выбираю верхнюю команду open open file открывается соответствующая сцена у вас возможно она немного отличается просто расположением открытых окон проекции а так это та же сцена которую мы раньше создавали если у вас сверху открыт вид перспектива то откройте здесь вид фронт также виде слева в прошлом уроке мы им поставили вид перспективу из вида камеры physical camera 01 а также сверху меня открытые инструменты корона рендера у некоторых эти инструменты куда-то там заехали либо их не видно то есть вот они так двигаются ставятся и если по каким-то причинам они закрыты то лучше их открыть чтобы их открыть можно выполнить следующую операцию нажать правой клавишей проверьте чтобы у вас стояла вот эта галочка это вот эти инструменты из корона рендера и вот эта галочка это есть сами инструменты щелкаем видим они закрываются либо они появляются и я поставлю вот так вот это сверху слева также бывает проблема в том что эти инструменты вроде открыты вроде галочка стоит но их мы не видим они могут быть спрятаны просто сбоку интерфейса тогда вам нужно возможно прокрутить инструменты вот так вот поискать где это находится у вас сбоку вашего интерфейса то есть например они могут быть вот где-то там справа и тогда они просто разворачиваются посредством стрелочки либо их вот так вот надо зацепить и перетянуть лучше видимую часть вот сюда слева все интерфейс мы окончательно настроили и теперь давайте уже начнем пользоваться также инструментами которые находятся отдельно в этом окне по инструментам есть вот полезная кнопочка open корона vfb давайте мы нажмем открывается окно где можно производить наш рендер с дополнительными инструментами а также давайте проверим что мы будем рендерить из какого окна для этого находим вот эту кнопку чайником шестеренкой рендер с этап горячей клавишей в 10 эта команда есть также в меню рендеринг вот f10 откройте это окно и здесь убедитесь что у вас конечно выбрана корона то есть рендер который мы используем и я буду рендерить сейчас из окна перспектива которая у меня активно снизу слева здесь у меня несколько разных старых перспектив выберите пожалуйста в той перспективе которую мы настроили моем случае то нижний вариант либо можете рендерить и из других видов если захотите это не столь принципиально либо рендерите из камеры 02 и теперь давайте запустим наш рендер здесь у нас есть вариант запустить обычный рендер либо интерактивный рендер выполнив вот эту команду либо на вот эту кнопку в инструментах либо интерактивный рендер у нас запускается через вот эту кнопку если нажать удерживать левой клавишей то старт и r об этом мы говорили тоже предыдущих уроках как запускать именно интерактивный рендер и обычный это все так давайте на секундочку еще перейдем план нашего урока и посмотрим конкретно что мы будем делать здесь у меня видим надо выбрать инструмент регион и здесь у нас на самом деле два варианта мы ограничиваем область до начала либо в процессе рендеринга сейчас мы два этих варианта и рассмотрим и первый пункт у меня а один это выделить области до начала рендеринга то есть до начала старта рендеринга давайте это мы проделаем видим что у нас еще рендеринг не начался находим инструмент регион вот у меня он здесь выделяем щелкаем на нем тогда он подсвечивается синим таким цветом и просто рисуем области те которые хотим мы отрендерить предполагаемые их можно двигать вот таким образом чтобы убрать можно нажать левой клавишей здесь в правом верхнем углу то эта область у нас удаляется а давайте например здесь я напишу первую букву своего имени а вы попробуйте написать первую букву своего имени а такими вот квадратиками можно это прямоугольниками делать у меня зовут михаил поэтому я напишу вот что-то такое это не принципиально но для тренировки можете так попробовать сделать но вот что-то похожее на букву м в моем случае чтобы отредактировать ширину например блоков можно за краем наводя курсор двигать вот таким образом если вам это нужно а теперь давайте запустим наш рендер жмем на кнопки вот здесь вот сверху справа видим появляется вся наша сцена рендерится но потом область ограничивается теми кусками которые мы указали также можно двигать в процессе и чтоб рендерились отдельные фрагменты так как у меня рендер ограничен видим пятью проходами то у меня останавливается процесс визуализации на пяти проходах и дальше видим рендер не производится давайте мы снимем ограничения по количеству проходов в нашем рендере это у нас было в четвертом уроке давайте посмотрим повторим где мы это делали заходим в окно рендер сетап горячая клавиша в 10 переходе закладочку сцен и здесь видим у меня стоит лимит 5 проходов давайте здесь поставим 0 то есть снимем ограничение также снимем ниже ограничение на количество шумов мы назначали раньше десять процентов давайте здесь уберем это поставим 0 что было не ограниченное уменьшение количества шумов право у нас стоит ограничение по часу ну пускай это и остается и теперь заново запустим наш рендер жмем на кнопки видим обратно производится та же процедура и теперь мы уже можем двигать и вот таким образом если нужно конкретизировать либо инструментом регион заново рисовать какие-то области по рендерингу и рендеринг непосредственно будет просчитываться в тех областях которые мы ограничиваем если мы переносим область другого места то производится уже как вы видите рендеринг в другой области а в той которой был этот выделенный фрагмент там останавливается процесс визуализации и он уже там не производится так это работает далее если мы наведем сверху на этот инструмент и будем удерживать левой клавишей то здесь появляются дополнительные команды которые у нас написаны в плане урока давайте мы их тоже рассмотрим остановим наш рендер жмем на кнопки стоп остановите и переходим в план нашего урока и вот здесь у меня ниже написаны эти команды с переводом на русский язык то есть отключить все включить все то есть имеется ввиду все области выделенного помеченной красным либо убрать все переходим 3d max еще раз нам на этой команды вот удалить это значит все красные прямоугольники удаляются дэс был это на время отключить жмем здесь дис и был они пропадают если нажмем повторно у нас есть команда включить то есть в памяти находятся предыдущие выделенные области они появляются они видите не активны красным но если мы нажмем на регион то они становятся обратно красными то есть мы можем их подредактировать и исправить если нам это нужно и это у нас был первый вариант когда мы до рендеринга обозначили места ну давайте здесь римов удалим все наши области и теперь давайте выполним второй пункт пункт 2 а это выделим области в процессе рендеринга то что мы частично и уже попробовали для этого давайте очистим наш виртуальный буфер кадров нажмем на кнопочки riser то есть терка удаляем это все жмем окей и нажмем уже кнопочку рендер то есть запустим наш рендер и стоит сказать что это рендер областей либо регионов совершенно без разницы запускаете вы обычный рендер либо интерактивной разницы в этом нету и вот теперь процесс рендеринга идет и мы берем инструмент регион и вы давайте выделим например вот эту часть и посмотрим как это скажется на рендер увеличиваем давайте здесь еще сбоку вот что нибудь выделим то будет производиться рендер видим именно тех частей которые мы выделяем но мы не видим черных областей то есть у нас не скрыто все что находится за пределами выделенных областей то есть мы рендерим на фоне общей сцены которая уже была от рендерина частично раньше видим что здесь у нас качество становится лучше а за пределами она как было так и осталось если расширить вот например область то видим вот эта область до рендеривается и становится лучше по качеству а так это работает давайте остановим наш процесс визуализации жмем на кнопочку стоп далее вы можете сохранить этот рендер себе в качестве джипега выполняем команду save здесь выбираем нужный формат джипег либо что-то еще вам вдруг понадобится давайте выберем джипег и я подпишу его 6.3 так как это у нас урок 6.3 и сохранил в папку проекта попробуйте сделать то же самое открывается окно с настройками качества здесь можно ничего не менять нажимаем просто ok я перехожу в папку проекта вот этот файл который только что я сохранил открываю два раза щелкая и здесь отчетливо видно вот области которые были лучше прорендерены и хуже а на этом этот урок уже давайте мы будем заканчивать в следующем уроке мы посмотрим как сохранять файлы именно рендера для продолжения если у вас был какой-то сбой либо у вас нет времени рендерить либо вы какой-то объект передвинули и вам надо на старом рендере отрендерить именно до рендерить то что нам нужно для этого используется расширение файла 6 r но не все так просто есть варианты как это надо делать правильно а вот к примеру так это может выглядеть у нас есть цена где например вот я вазу убрал скрыл либо мог ее передвинуть и мне нужно на старом рендере который уже от рендерился и я потратил нам не знаю несколько часов что получить эту сцену доставить именно нужный объект и не тратить время на рендер все сцены а только потратить на нужный объект чтобы он там появился для этого надо специально сцену настроить конечно включить специальные опции и смотрите как это будет у нас происходить запускаем рендер визуализацию и видим что на старом рендере уже появляется объект который мы передвинули либо решили вернуть в кадр происходит перерасчет нашей сцены основными правками и это у нас уже будет следующем уроке который вы видите справа на экране палец вам указывает на этот урок если будут вопросы по текущему уроку задавайте спасибо что досмотрели это видео до конца всем успехов будьте здоровы и увидимся в следующем уроке под номером 7